Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И, наконец-то, весна пришла в наш город. Я думаю, что в связи с этим нужно открыть нашим жителям то, что природа вскоре зацветет. И в связи с этим я пригласила сегодня в студию гостя, которые представляют абсолютно необычный, уникальный, я бы сказала, бар, который сосредоточен на все живые, можно сказать, ингредиенты, которые собраны с природных просторов Латвии. Это Артур Едуш, бармен, собственно, представитель Гимлет Нордик Бара. Добрый вечер, Артур. Здравствуйте. Я напоминаю нашим радиослушателям про телефоны для связи. Если вы захотите с нами пообщаться, поделиться опытом похода в бар, спросить про какие-то тонкости, которые сможет рассказать только Артур, звоните, будем рады. 6721-2939, 6721-3939. Если хотите пообщаться с нами через WhatsApp, 230-6191. Ну, а мы переходим, собственно, к нашей передаче. Артур, Гимлет Нордик. Уже из названия слышно, что вы за нордическое вот это веяние, за нордические настроения в своем заведении. Расскажите, пожалуйста, пару каких-то таких ключевых моментов, почему вообще зародилась эта идея у ваших коллег открыть такой бар? Ну, на самом деле в Латвии еще не было такого бара, который мог бы готовить напитки на ресторанном уровне и с местными ингредиентами. От этого и зародилась идея, что просто нужен бар с очень качественными напитками, который поддерживает местных производителей и работает с местными продуктами и с природой. А как вы вообще собираете эти продукты? То есть у вас есть конкретные поставщики или у вас есть свои люди, которые этим занимаются? Потому что насколько я понимаю, но наши радиослушатели еще не знают, я там была у вас как гость, что у вас действительно даже там на меню лежат высушенные листья красивые, в коктейлях вы это используете. Вот этот подход очень интересен. Ну, на самом деле меню мы получается меняем раз в месяц. В меню как украшение у нас сосна. Почему сосна? Потому что это наш символ. В основном логотипе нашего бара именно сосна. И также символ счастья и успеха. Вот. И да, ну ингредиенты, кое-какие ингредиенты мы собираем сами. Мы сотрудничаем с многими фермерами, мы стараемся поддерживать их, потому что, ну, во-первых, это помогает местной экономике и просто делает местных людей счастливее немного, помогаемым. И местные продукты, они гораздо качественнее, свежие, они не обработаны никакой химией. И они просто интересны. И зря их мало кто использует в нашей индустрии. А нет в планах, как вот у меня на прошлой передаче был Максим Цекот, сделать свою даже теплицу, как у него там на 30 с лишним квадратных метров, где вы могли бы что-то выращивать. Да, на самом деле у нас была даже гостья, которая предлагала это сделать на ее участке в Салкорсте. Но, к сожалению, пока у нас не настолько большая команда и не такие финансы, чтобы это позволить себе. Ну, конечно, мы бы это хотели, выращивали бы всеместную зелень, помидоры, которые так нам нужны качественно. Помидоры вы тоже в коктейлях используете? Да, мы ферментируем помидоры. Лактоферментация называется. Это получается 2% соли на помидор, вакуумируется и ферментируется, получается, неделю. Вот, мы потом выжимаем этот сок, воду из помидоров и вот готовим такой, как, ну, твист на Владимире, что ли. Да, я так и хотела спросить, что, скорее всего, это вот Владимире коктейль, вряд ли опироль. Ну, про концепт. То есть, окей, мы подытожили, что вы собираете максимально локальные продукты для того, чтобы предлагать гостям свои какие-то интересные позиции, да, которые только у вас можно попробовать. Но что ещё вот вы раскройте, именно идеологию, может быть, бара вашего? Что точно, например, нет и что точно да и только у вас? Ну, мы работаем с ферментацией. Ферментации мы готовим очень много всяких эссенций, кордиалов, шрабов, так называемые сложные сиропы, да, уксусные сиропы, всякие настойки, которые нам очень помогают в нашей работе. В принципе, ну, чем мы отличаемся от других? Тем, что мы не используем ни лайма, ни манго, ни маракуйя. Постараемся не использовать цитрус, и пока что мы сейчас заменяем его ревнем. В прошлом году, получается, летом мы договорились с фермерами, они нам поставили 500 тонн, ой, что я говорю, 500 килограмм ревня, но как бы не хватило сока на год, но вот в этом году мы возьмём тонну, и, возможно, нам хватит заменить лимонный сок и лайм сок. Конечно, можно заменять всякими кислотами, комбинировать, например, яблочную, лимонную кислоту и заменить лимон этим способом, да, но всё-таки мы за натуральное, поэтому ревень как бы это вот наше всё, и вот этой весной начнём уже как бы собирать ревень и выжимать из него все соки. В прямом смысле и переносном. А в чём такое вот отношение именно к цитрусам? Потому что не хочется классики, хочется своё что-то особенное? Мы строго хотим поставить себе рамки, использовать только местные продукты. Всё-таки тропические цитрусы – это далеко не прибалтийские ингредиенты, да. Да, логично. Вот, поэтому да, ни манго, ни маракуйя, ни ананасов, ничего такого не должно быть, поэтому да. Вот мы нашли субститут, заменитель ревень и как бы будем ревневый сок использовать. Также используем всякие уксусы, мы также готовим комбучу, да, и производим её достаточно в большом количестве, ну и в принципе уксус комбучи можно использовать как заменитель лимона. Вот. Ну, вы сейчас, я думаю, для наших слушателей озвучили уже как минимум 5 терминов, которые, наверное, даже и не связывали раньше с барами, потому что у среднестатистического человека до сих пор осталось в голове, что сходить в бар – это там Лонг-Айленд, Мохито, я не знаю, это же Апероль, пойти в старушку, выпить по каким-то шотам. Сейчас барная культура в Латвии очень активно развивается, да, мы следуем всем трендам мировым, да, занимаем даже какие-то позиции и награды получаем, да, на всемирных уже барных соревнованиях и так далее. Вот в какой момент, как вам кажется, в Латвии произошёл этот переломный момент, да, повторюсь, когда перестали люди просто ждать вот эти шоты и когда другая сторона, там, владельцы, бармены, да, то есть люди из общепита, из барной культуры, стали открывать что-то такое. Вот что стало провокацией, мотиватором, я не знаю, для того, чтобы перешагнуть вот эту вот классику? Я думаю, главный шаг, который позволил развиваться в барной культуре Латвии – это барные школы и те люди, которые были уже давно в индустрии, которые помогали как бы, ну и обучали ребят в каком-то новом стиле и давали свою какую-то новую философию, которая помогала вдохновлять, что ли, всех тех, кто приходил в эту индустрию. То же самое произошло и со мной, я вдохновился и до сих пор вдохновляюсь многими ребятами местными, и большое за это им спасибо. То есть все сделали люди, барные школы, да, поменяли мышление, это, да, и захотели. А не страшно, как вам кажется, им было вот тогда давно, ну то есть если мы сравниваем цены, то, естественно, там в самых таких наших топовых барах города коктейль может спокойно стоить 15 евро, правда? То есть вот за что человек вдруг должен платить 15 евро вместо там 5 евро, вот как вам кажется, как вот объяснить это среднестатистическим посетителям? Ну, в первую очередь бар – это театр, где персонал – это актеры, вот, а бар – это, ну, как бы, декорация, вот. Человек приходит не только за напитком, он приходит за эмоциями, он приходит получить что-то, ну, какие-то новые впечатления, и, да, определенно, это эмоция, эмоция – это очень важно. И когда бармен просто смешивает виски, виски, колу – это одно, а когда делает из напитка целое шоу и какое-то представление – это уже другое. Ну, опять же, шоу, оно тоже поменялось за это время. Вспомните те годы, когда шоу – это, как называлось правильно? Флэйр. Вот, да-да-да, когда подкидывали эти бутылки. Ну, я немного о другом говорю. Да-да, я понимаю. Я говорю, от того момента, как вы заходите в бар, и до того момента, когда вы выходите из бара, это всё, ну, такой как спектакль, что ли, который специально для вас должен быть организован. И если что-то в баре с этим не в порядке, значит, бар, ну, будет, как бы, плохо работать. Не, просто я сравниваю, да, что раньше это было, ну, как пример, да, в формате фестиваля на широкомасштабную такую публику, то сейчас это камерная театральная постановка. Ну, да, наверное, как-то так. Да, можно так параллель провести? Ну, что касается, там, конкуренции, вы её чувствуете, что с каждым месяцем, не знаю, годом у нас скрывается всё больше и больше заведений, которые тоже уже не отстают от трендов, имеют свою какую-то стилистику? Ну, понятно, что, как бы, спрос, предложение, это всё связано. Чем больше баров, на мой взгляд, тем больше и гостей, которые приходят и начинают любить эту культуру, культуру питья. Я бы не сказал, что мы конкуренты, я считаю, нас коллегами, вот. А конкуренция, наверное, в каждом, ну, на каждом рынке есть конкуренция, но наше заведение, они не считают, что, как бы, остальные бары являются нашими конкурентами, просто это наши друзья, вот и всё. А вы можете им позвонить, если у вас что-то закончилось? Да, можем определённо. Есть такие заведения, с которыми мы так и работаем. Например, наши соседи очень сильно помогают нам с поставщиками, когда у нас, например, кто-то отсутствует и не может прийти на место вовремя, получить продукцию, привозят продукцию соседям. Мы им за это даём, ну, не знаю, какие-то парад, подарки или просто, ну, ну, это здорово. Так и должно быть. Ну, конечно, конечно. Ну, а бывают ли такие случаи, вот, например, да, опять же, в ресторанной сфере некоторые представители, такие уже, я бы сказала, монополисты на рынке начинают своих соседей через улицу, через дорогу гасить заказными отзывами плохими, если это в барной культуре, что в ресторанной сфере это вот сплошь и рядом, когда владельцы себя так ведут. Ну, это такое бескультурия, я бы сказал. Ну, наверное, да, есть, конечно. Есть тоже? Да. Ну, а как бы вы реагировали на это, если бы такое написали? Ну, мы бы старались бы как-то это исправить, наверное, хотя, если это вообще возможно исправить. Печально было бы, что... Ну, окей. Говоря, в принципе, про отзывы, как вы реагируете? Болезненно, если там кто-то пришел? Конечно, да. Например, у нас был случай, когда бар был полностью забит, и мы не могли больше гостей впустить. Иностранцы посчитали, что мы просто их прогнали, вот, и хотя вроде объяснили, что, извините, мест пока нет, заходите, может быть, через пару часов или в следующий день. Ну, да, они написали отзыв, что, как бы, ну, не очень благоприятно относятся к индусам или что-то такое. А, то есть они это восприняли на свой счет? Да, да, да. Вы что-то ответили им? Нет, мы ничего не ответили. Почему? Ну, не знаю, как-то... Хотели, конечно, что-то исправить, но, по-моему, мы ничего не ответили. Я, честно, не помню. Нет, просто у меня сейчас был случай в одном тоже из ресторанов. Были гости, которые отказывались платить за выпитое в баре. Пришлось вызвать полицию, составить акт. В итоге люди эти оправдались, что, да, мы пошутили, мы пошутили, сейчас мы заплатим. Ну, то есть при этом мы заходим сегодня с владельцем на TripAdvisor или Google эти отзывы, и эти люди написали, что вот в этом заведении нас обманули, сказали, что мы не заплатили, а мы на самом деле заплатили. Ну, то есть вот такие случаи, они же повсеместно происходят. Да, происходит человеческий фактор, да, такой нехороший. А какой процент таких гостей? Ну, на самом деле у нас как бы гости все достаточно воспитаны. Бывали, конечно, единицы, да, случаи, когда даже убегали, вот. Но это больше, наверное, молодежь. А наша публика это все-таки, наверное, ну, более такая, наверное, воспитанная, что ли. Ну, про вашу целевую аудиторию, да, мы поговорим чуть-чуть еще позже, да, потому что у меня это отдельным прям пунктом вопрос про гостей ваших. Что так же, как и у Макса Цек, это я уверена, что это совсем не для всех ваше заведение. Ну, наверное, да. Наверное. У нас есть вопросы от радиослушателя в WhatsApp. Юрий нам написал, чаще всего в бар ходят выпить алкогольный коктейль или просто алкоголь. Таким коктейлем, таким коктейлем, алкоголем, как отвертка, все понятно. А насколько должен быть крепкий алкогольный коктейль, более изысканный? Ну, на самом деле, в нашем баре пьют, ну, 98% из того, что мы вообще продаем, это коктейли. Коктейли всякие разные, но сейчас тренд слабоалкогольные коктейли, такие как хайболы. В принципе, даже хайболы можно удивить. Хайболы – высокий стакан, переведем. Да, это высокий стакан. Что это значит? Это вот как виски-кола или ром-кола, количество крепкого напитка к соотношению, например, газировки, либо к лимонаду какому-то. У нас, например, очень популярны хайболы на камбуче, и мы экспериментируем с этой камбучей, делаем, например, перебиваем ее из листьев растений, либо из иголок сосны, делаем такую сосновую камбучу, и в принципе, люди удивляются, им интересно, им вкусно, и на мой взгляд, тренд – это лоял биви, это как бы слабоалкогольные коктейли. А с чем это связано, как вам кажется? С тем, что больше не хочется, чтобы человек напивался, больше как пролонгировал свое присутствие и удовольствие, мог попробовать больше? Именно так, да. Это связано с тем, что культура развивается. Люди в бар приходят не просто напиваться, а наслаждаться вкусом и своим присутствием в этом заведении, общением, и при этом, да, гость может выпить гораздо больше, и при этом уходит совершенно, ну, счастливый, и это все здорово, но он не пьяный, ему не приходится тащиться до дома в такси с головной болью, ну, как-то так. Лоял биви – это, получается, мировой тренд, и в Латвии сейчас он будет, ну, как бы очень сильно развиваться, я уверен. Ну, и вы не отстаетесь, собственно, да, от трендов? Да, мы как раз-таки это и продвигаем. Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. Мне, конечно, очень-очень приятно слышать, что, то есть, как-то так и в ресторанной сфере, и в барной, и все-таки какие-то социальные вещи, факторы, они присутствуют, что вы задумываетесь о том, чтобы человек ушел в нормальном состоянии от вас, чтобы это не было ни потом проблематично для него, то есть, чтобы впечатления по ходу к вам не было с тем, что, боже, я так напился, мне так плохо, больше туда не пойду. Это очень важно на самом деле. Например, в Норвегии, вот у меня знакомые работают, там ты обязан проследить за тем, чтобы гость уехал домой, если он сильно опьянел. Вот, если ты это не сделал, твое заведение могут закрыть. Серьезно? Да. Такие правила? Да. И мы стараемся, если человек сильно пьян, поговорить с ним, сказать, что нет, больше нельзя. А как, кстати, люди на это реагируют? Ведь есть такие, да нет, да я сегодня праздную, да ты что, у меня сын родился, ну есть же такие истории? Есть, конечно, да. Да, ну, в принципе, у нас получается их отговорить, и никаких страшных случаев у нас еще не случалось. То есть без агрессии? Да. Предлагаете воды или что-то? Воду мы всегда наливаем, вода – это наше все, вода должна быть всегда за столом, и вода все-таки, она помогает человеку от дехидрации, да, ну, получать дегидрирование, как это сказать. Вот, и алкоголь все-таки, он выводит воду из организма очень сильно, поэтому воду во время питья нужно пить в больших количествах. А это правда, что на один бокал вина нужно упивать целый вот такой стакан воды, как у вас сейчас на столе стакан воды? Вообще да, это правда. Правда, да? И тогда на утро будет хорошо. Да, да, нормально все будет. Записывайте наши дорогие радиослушатели, да, чтобы не испортить свое впечатление. У нас остается еще время до рекламы? Не остается? Тогда мы продолжим наш разговор после рекламы «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня». Сегодня у меня в гостях Артур Едуш, бармен из абсолютно уникального, я бы сказала, бара «Гимлет Нордик». Ребята занимаются только местными продуктами, ингредиентами, у них целая философия по тому, как готовить коктейли. У них абсолютно другое мышление, я бы сказала, которое действительно, во-первых, развивает эту культуру в нашей стране, во-вторых, расширяет кругозоры самих посетителей. Мы продолжаем обсуждать и концепты, и, в принципе, конкуренцию развития этих технологий в барной культуре. Вот в связи с этим мне хотелось бы с Артуром еще подробнее пообщаться на тему лаборатории, миксологии. Сейчас это как никогда на слуху. И мой и клиент, и товарищ, собственно, Антон Жилин, владелец «Клавной», он тоже был у нас на передаче, открывает какое-то суперзаведение буквально на днях, где уже будет своя барная лаборатория, как он говорит, что первая в Латвии. Так ли это? Ну, скорее всего, как лаборатория это будет первая, наверное. Но я, к сожалению, с этой информацией особо не знаком. Но, в принципе, да, Латвия на грани вот этой революции роторного испарителя, я бы сказал. Это такое оборудование, которое позволяет дистиллировать ну, в принципе, абсолютно все. Киньте клубнику, водку, поставьте на 35 градусов, 15 минут, готово. Клубничная водка абсолютно без цвета и с ароматом невероятно свежим и натуральным. А расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое дистилляция, что это за метод приготовления вот тот и как он вообще пришел в настолько уже широкое употребление в своих заведениях? Вы имеете в виду дистилляция вообще? Да. Либо вакуумная дистилляция? Это как раз-таки вот эта… Вот вакуумная. Вакуумная дистилляция. Насколько я знаю, в Америке есть такой парень, который написал книгу, называется «Liquid Intelligence», вот, и это была такая революция для барной культуры. Он описал абсолютно все технологии, причем на таком уровне, которого, ну, как бы никто до этого не видел, вот, и абсолютно все технологии, как приготовить, добыть аромат из какого-либо продукта, вот, и один из методов был вакуумный дистиллятор. И, на мой взгляд, это была эта книга, которая позволила развить эту культуру во всем мире, потому что эту книгу, ну, любой себя уважаемый бармен должен иметь, это как Библия для бармена. Там есть абсолютно все, что вам нужно знать для того, чтобы добыть аромат из продукта, вот. И не знаю, как в остальном мире, но в Москве это сейчас прям, ну, очень-очень быстро набирает обороты, и бармены, они, ну, чуть ли уже не в каждом топовом баре Москвы есть такой аппарат. Вы мне до эфира рассказывали еще про, там, духи, как будто бы, да, для коктейля. Расскажите, пожалуйста, сейчас про это тоже, как это работает. Ну, в коктейле важен не только вкус, но и аромат, и, в принципе, как вы ощущаете себя во время этого, ну, коктейля, да, когда вы его употребляете, аромат очень важен. Можно, например, вот этим аппаратом добывать, вот, дистиллировать какие-то фрукты, распылять в баре, и, например, вот вы пьете беллини, персиковый, игристый коктейль, и в баре пахнет персиком. Это же просто шикарно. Ну, это тоже как такая мини-революция для коктейля, потому что, в принципе, коктейли даже можно таким способом продавать. То есть, например, гость заходит в бар и пахнет клубникой невероятно, а вы только взяли новую свежую клубнику местных ребят и хотите продать, там, например, 100 килограмм клубники, да, которую вы закупили, и распыляете этот аромат клубники. Круто. И все заказывают клубничные коктейли. Как-то так это работает, мозг человеческий, он как-то так и реагирует. Все рецепторы, да, просто идёт воздействие, не только там на вкус, но ещё на обменяние получается так. Да-да-да, блин, очень круто, интересно. Но вас ещё нет пока, да? Ну, мы вот сейчас как раз-таки договорились с одной алкогольной компанией, которая нам купит. Вот мы вот в поисках нормального аппарата. Ну, в скором времени у нас будет, да, я думаю, через пару месяцев мы его купим и будем дистиллировать все свежести, которые даёт нам латвийская природа. И про крапиву, да? Вы ещё мне тоже рассказали, что здесь оказывается коктейль с крапивой. А как он на вкус? Он тоже как-то колется? Да, он колется, получается. Вот мы летом впервые использовали, вот я как раз, прочитав ту книгу, узнал об этом методе, криоматлинг, когда жидкий азот заливается на какую-то зелень, ступкой перемалывается, зелень в тех местах, где соединяются клетки листа, и аромат, получается, даёт очень свежий напитку и не даёт горчинки. Вот это не очень приятно, когда вот, например, мяту вы открываете ладонью, да, и мяту вы толчите вот этой ступкой, да, это совершенно разный вкус. Вот. И так же вот работает этот метод. Вот мы использовали крапиву летом, и, ну, этот коктейль прям шёл очень на ура, и невероятный цвет даёт, невероятные ощущения во рту, просто шикарно. Надо попробовать, я очень надеюсь, что летом у вас будет он снова. Обязательно, да. Надо зайти прям, не забыть про это. У нас ещё один вопрос от слушателя, сколько стоит такой аппарат, если не секрет? Ну, на самом деле, хорошего качества вакуумный дистиллятор, ну, от 5000 евро, как минимум. Да, неплохо. Как минимум, да. Только поставить остановку себе. Но я думаю, что это стоит того, предлагать такой уникальный абсолютный опыт в погружении в эту барную. Уже не просто там действительно зашёл, выпил, а тут целый театр, вы правильно сказали. Про жидкий азот. Недавно в Москве, да, прогремела не очень хорошая история про то, как ребята не изучили химические свойства жидкого азота, решили устроить вечеринку, прыгнули в бассейн. По-моему, там сухой лёд был. В сухой лёд, да. И, соответственно, всё закончилось печально, несколько человек погибших. Но самый, мне кажется, такой резонансный вопрос в том, что случилось, что девушка, которая была именинницей, она была там каким-то то ли врачом, то ли фармацевтом. То есть, по идее, на химию, физику, биологию всё это должна была изучать у себя. И она, собственно, свой блок вела на тему того, что давайте разберём аптечку, вот эти химические свойства того-сего, а получается запошник без собок, и закончилось это ещё и с летальными исходами. То есть, вот учитывая то, что здесь вы тоже работаете с достаточно опасными веществами, вы должны чётко понимать процессы брожения, процессы дистилляции, я не знаю, какие-то сопоставления этих, сколько градусов, да, ну, чтобы не было ни отравлений у человека, вот у вас касаемо образования, это какие-то дополнительные, просто были курсы пройдены, чтобы всё это понимать и разбираться, или как это происходит? Ну, на самом деле, чтобы развиваться в этой отрасли, в этой культуре, нужно каждый день читать, просто каждый день получать новые знания. Все эти вещества, они определённо очень опасны, даже ферментация, она опасна, если сделать что-то не так, то бар, в принципе, может закрыться сразу. Вот, я про это и спрашиваю. Вот, и поэтому, да, это определённо, ну, нужно досконально изучить, а сухой лёд, это, конечно, ну, выделение газа в таких количествах, в таком маленьком помещении, ну, сложно было не догадаться, что это приведёт к таким страшным последствиям. Ну, видите, как люди не догадались. Видимо, да. Но конкретного там, например, химического образования у вас нет? Нет, у меня образования химического определённо нет. Я просто, да, читаю книги и получаю эту информацию из книг. Ну, конечно, серф в интернете тоже помогает. Вот, но определённо, вот опять же, вот эта книга «Liquid Intelligence», вот там очень всё досконально, просто досконально описано, как это всё делать, и основная информация – это книги, да. А как вы подходите в целом к найму персонала? То есть я сама этим занимаюсь, да, рекрутментом, не только в ресторанной сфере, но по большей части в ресторанной, и знаю, насколько сейчас всё тяжело. Ну, любую вакансию – шеф-повар, директор, посудомойщица, там, бармен и так далее. Как долго вы комплектовывали свою команду и сколько человек у вас сейчас в штате? Ну, вообще, изначально была другая команда, но, в принципе, у нас в штате 5 человек. Вот, есть ещё мужчина, который нам помогает в сервисе, но он иногда нам помогает в зал выходить, ну, как официант, да. Но, в принципе, у нас все бармены, они являются и хостами в зале. Вот, ну да, ну 6 человек, можно сказать, да. И команда… Ну, я работаю с самого начала, с открытия. Эти бармены, которые работали с открытия, они ушли. Сейчас новые ребята. Один парень со старой Эдгара команды. Эдгар – это один из владельцев бара, да. Вот, и набираем мы персонал очень даже просто. Общаемся, понимаем, что они умеют, что не умеют. И всё. В Латвии бармены, которые, как бы, ну, имеют какие-то очень высокие знания и какие-то, ну, определенные знания в каких-то технологиях, ну, их очень мало. Мы просто сами обучаем, и всё. Берём, ну, таких, не то чтобы зелёных, но ребят, которые понимают что-то в сервисе. В сервисе это самое важное. И научить готовить по рецепту, ну, не так сложно. Ну, а вы звоните, например, ли, получение рекомендации о человеке? Или уже известно это и так? Ну, вообще, в нашей индустрии это всё всем известно. Каждый бармен, он где-то работал, где-то можно узнать. И, в принципе, так у нас это и работает. Вот кто-то освободился, кто-то, например, ищет работу, кто-то знакомый. Вот так это и происходит. Как вы относитесь к хэт-хантингу? Хэт-хантингу? А что это такое? Ну, представьте себе ситуацию. Да, вам нужен бармен. Вы идёте в бар на соседней улице или там в другом районе и переманиваете этого человека. Вы бы так делали? Нет, конечно. Ну, это так некоторые делают. Да, ну, пускай делают. Может быть, барменам от этого какой-то плюс в жизни. Но вообще-то плохо, конечно, нельзя так делать. Как вам кажется, профессия бармена, насколько она вечна? Потому что я знаю многих ребят из этой профессии. Одни делятся на тех, кто… Я уже привык к ночным сменам, к поздним часам. Кто-то говорит, всё, я больше не могу, я хочу уходить в административную деятельность, например, в менеджеры ресторана или бара. Но больше вот именно стоять за стойкой, готовить до 4 утра и так далее. Ну, всё, не могу. Чувствовали ли вы когда-нибудь? Вот сколько у вас вообще опыта в этой сфере? Может, перегорание было эмоциональное, профессиональное? У меня восьмой год идёт, но, в принципе, нет. У меня никакого перегорания не было. Я получаю от этого удовольствие. Я прихожу на работу всегда с удовольствием. На мой взгляд, это очень важно в жизни. Без этого никак. Ну, моё мнение. В принципе, ну, японцы за стойкой стоят и по 60, и 70 лет, и ничего как бы с ними плохого не случается. Японцы вообще другой народ, я бы сказал. Да, ну, в принципе, у нас эта культура, она очень сильно развивается. Раньше, конечно, к этой профессии относились как перебежные, когда студенты пытались как-то на жизнь заработать. А сейчас это, в принципе, я считаю, что это полноценная профессия. И даже до Латвии это уже доходит. А вы сами видите в будущем, что у вас будет своё какое-то заведение? Да, конечно. Я об этом мечтаю, конечно, да. И какой был бы там концепт? Ну, плюс-минус, понятно, не надо рассказывать. Это зависит от многих факторов. От места, от вообще это Рига или другой какой-то город в мире. От публики, которая у тебя есть. И вообще от трендов, кстати, тоже очень сильно зависит. Потому что это всё-таки, ну, можно, конечно, открыть бар, который двигается всё время по течению, но вообще это единицы, кто так может. В принципе, ну, да, это определённо какие-то свежести, определённо какие-то местные продукты. Потому что, ну, бары, которые работают с бананами, маракуйями, таких миллионы от тех баров, которые занимаются именно с работой местных, местных, ну, местных производителей, таких мало. Даже не только в Риге, а вообще таких мало. Ну, мне кажется, вот в этом плане у вас есть, это схоже с тем же Максом Цекотом во многом, да, и в подходе, и к желанию развивать именно культуру здесь, и все эти фермерские продукты, использование только качественных ингредиентов, чтобы меню у них тоже, кстати, меняется каждый месяц. То есть, очень, мне кажется, схожи. Вы не думали над тем, чтобы какую-то коллаборацию сделать, может, мероприятие совместное, чтобы вы к ним приехали? Не думали, можно, может быть, да. Мне кажется, это была бы очень крутая идея. Надо Максу написать после этой передачи, тоже затыгать, предложить, что, мне кажется, очень похоже. Ещё один, кстати, вопрос. А не придумают ли у нас в Латвии какую-то специальную лицензию для такого бара дорогостоящую? Как это часто у нас можно видеть? Не боитесь ли этого? Ну, вот именно на вот эти барные лаборатории, я так понимаю, на вот эти аппараты? Я думаю, что определенно в скором времени это произойдёт. Ну, пока, конечно, таких баров, я думаю, за 10 лет откроется, ну, максимум, там... Парочка. Парочку, да. Но, в принципе, да, это всё возможно, конечно. Да, будут специальные лицензии, потому что это всё-таки, ну, дистиллирование алкоголя. Это как бы очень опасно, и если нет определённых знаний, то это могут быть последствия, да. Поэтому я и говорю, что, ну, как бы всегда нужно изучать, с чем имеешь дело. Я абсолютно солидарна в этом плане. Говоря про гостей, мы немножко, да, уже затронули до рекламы это. Кто он, ваш гость, как вам кажется? Наша целевая аудитория – это люди, которые заинтересованы попробовать местную барную кухню. Вот. И это, в принципе, ну, наверное, не молодёжь. Молодёжь, конечно, тоже ходит, но в основном это за 30 до 60 лет. К нам часто ходит, ну, конечно, публика разная, да, и 30% – это туристы. Я бы сказал, 30, раньше это было меньше, сейчас, как мы чуть-чуть стали популярнее, туристы всё-таки ходят больше. Вот. Но в основном это публика, которая ходит к нам постоянно. Это наши друзья, это наши постоянные гости. Мы себя считаем таким, как neighborhood bar, вот, ну, баром, как сказать, ну, для местных, да, что ли. На районе, да. На районный бар, да. Такой нерюмочный уже, знаете, как раньше был барчик на районе. Ну… А, кстати, почему такой район? Базница с Исколос, ой, и Стабу, да, угол у вас. Ну… Почему именно этот район выбрали для бара этого? Он же не совсем такой ресторан, и почему не там рижские пищеблоки? Ну, это, на мой взгляд, это будущее Риги, как раз таки. Вот этот район? Вот этот район, он сейчас сильно развивается, и там очень много наших гостей живут. Вот. И, да, много рижанин, рижанин живут именно там. Поэтому, в принципе, наверное, поэтому там и открыли. У вас соседство хорошее? Фишхаус, Вест, Маньяна? Да, очень классные соседи. Да, вполне себе развивающийся квартал, я вот соглашусь. Ну, я думаю, что всё равно улица Зырного и Антонио, она когда-то закончится, уже мест не будет столько, так что, скорее всего, у вас соседи ещё будут. А, и Талисима там ещё рядом, знаменитый Стокпот тоже очень рядом. Да. Переходите туда? Да, определённо. Передаём привет. Как тоже кто-то говорил, что этот человек заработал это состояние на рисе. То, что просто открыло это потрясающее место, куда очереди на улице стоят. Да. Действительно, молодцы, молодцы. Окей, у нас остаётся не так много времени. Давайте подытожим. Вот ваши глобальные цели именно с этим баром, да, может быть, что вы хотите ещё больше сделать, да, у себя, может быть, чем-то удивить гостей. И, конечно, у нас такое же традиционное в конце передачи, чтобы вы посоветовали гостям, чтобы вы посоветовали своим коллегам из барной. Давайте по порядку. Первое. Какие глобальные цели? Глобальные цели. Ну, вообще, мы хотим вещать нашу культуру питьям, гостям, давать, пробовать новые вкусы, местные вкусы развивать, да, не только зарубежные, но и наши нордические, вот, такие, как свекла, деревья, всякие разные кусты, может быть, даже мох. Всё, что вокруг, и из этого можно добиться интересного вкуса. Вот. Вторая наша цель – это определённо производство каких-то вещей, таких, как кордиалы, шрабы, возможно, даже камбуча, ну, такие вот всякие вещи, чтобы, ну, гости могли не только в нашем баре коктейли попробовать, но и смешать их дома. Взять кордиал, добавить джина, и получается вкуснейший гимлет, как вот наше барное имя, гимлет, кордиал с джином, вот. Две составляющие и определённо успешный коктейль. Гимлет, кстати, да, один из любимых моих вообще в целом коктейлей. Люблю и твисты на него, потому что я очень люблю белок коктейля, да, я люблю такие чистые джин, очень люблю, поэтому это вот всё моё-моё. Хорошо, две глобальные, давайте третью цель. Ну, вот одна такая маленькая третья цель – это уйти от всяких непонятных декораций и давать только вот натуральный этот вкус и какой-то, ну, вкус напитка, аромат напитка, свежесть продукта, а не просто кружка единорога и сухой лёд. Я пила этот коктейль, он был хороший. Ну, мы сухой лёд не используем, но вообще да. Но, как бы, идея в том, что, вот как, например, ресторан Нома в Копенгагене, да, они уходят всё больше и больше в природу, мы также хотим уходить всё больше и больше в природу. Возможно, да, возможно, что-то даже сами будем выращивать в будущем и использовать эти ингредиенты. Такие бары уже существуют в мире, которые имеют свои террасы, они там выращивают свою зелень. Возможно, в будущем мы тоже будем делать так. Но, в принципе, главная наша цель – это поддержка латышской экономики, помогать фермерам, взаимная помощь и показывать, может быть, туристам Латвию с другой стороны и показывать, что у нас тоже есть определённая интересная культура. И через коктейли можно даже рассказывать истории. Круто. Круто. Мне кажется, эти цели вот прям отлично звучат. Поставьте их у себя на Facebook-странице, чтобы вы всё знали. Так, сколько у нас времени остаётся? Буквально две минутки. Ну, как раз давайте подытожим, что бы вы пожелали гостям, что своим коллегам? Гостям пожелаю очень вкусных напитков, определённо высочайших и приятнейших эмоций. И здоровья, определённо здоровья, потому что всё-таки алкоголь – это опасно. Пить больше воды. Пить больше воды и вкусных напитков, не только алкогольных. Супер, Супер, Артур. Хорошо. А своим коллегам? Читайте побольше. Определённо латышским барменам советую читать побольше, чтобы развиваться быстрее. И вообще, ну, развиваться – это самое важное. И получать удовольствие от того, чего вы делаете, а не просто приходить и наливать. Общайтесь с гостями. Отлично. Мне кажется, это хорошее такое завершение нашей программы. Я благодарю вас за то, что вы пришли от лица Гимлет Нордик к нам в студию, рассказали. Я желаю нашим радиослушателям тоже обязательно сходить и попробовать, потому что это действительно тот опыт, за которым хочется возвращаться. Хочется ещё лучше исследовать природу нашей Латвии, понимать, что она действительно богата. Хоть у нас, как вы сказали, нет цитрусовых, но мы можем взять холодной красотой, если можно так выразиться. Ну и по традиции спасибо большое нашему звукорежиссёру Родион Золотарёв. И я, Валерия Иванова. В следующий понедельник мы обязательно с вами встретимся снова. Открытая кухня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.